Воскресенье, из-за Твоего Воскресенья, Твоего Его славы, Ты, Богичий Бог наш, разве Тебе иного не знаем, Имя Твое именуем, приедете в святый мир, Погладимся Святому Христову Воскресенью, Всего приедет Христом радость всему миру, Света, благословящий Господа, По его воскресенье Его, В расцвете Его претерпев, Смерть ее, смерть разруши. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего, Иоанна Златоуста, Стагирию Подвижнику, Одержимому Демоном. Слово первое. Нам следовало бы теперь быть при Тебе, Любезнейшей Мой Стагирий, И принимать участие в Твоих страданиях, И хотя сколько-нибудь по мере наших сил Облегчать Твое уныние, Утешая Словом, помогая делом, Употребляя все другие средства. Но так как телесная слабость И приключившаяся головная боль, Принудив оставаться дома, Лишил у нас возможности Послужить в столь полезном деле, То незамедлим мы исполнить По нашим силам то, Что еще остается И для Твоего утешения, И для нашей пользы. Может быть это поможет тебе Мужественно переносить Настоящее бедствие. Если же мы не будем Не будем успеха в этом, То по крайней мере мысль о том, Что мы с своей стороны Не опустили ничего должного, Облегчит нашу душу. То исполнит все, Что считает полезным Для прекращения постигших Ближнего страданий, Тот если и не успеет В этом освобождается, По крайней мере от упреков совести, И сложив в себя тяжесть Этих упреков должен нести Только тяжесть скорби. Если бы я был И счастлив тех, Которые благоугодны Богу И могут сделать великое, То не переставал бы молить И просить Бога О драгоценном для меня человеке. Но так как множество грехов Лежает в меня этого дерзновения И силы, То постараюсь предложить тебе Словесное утешение. Так бывает и с теми, Кто страдает телесными болезнями. Уничтожение страданий И прекращение болезни Есть дело врачей. Но утешение больных Не запрещается И прислуживающим им рабам. Они-то особенно и говорят Много в пользу своей господ, Если благорасположены к ним. Итак, если мы скажем Что-нибудь такое, Что может прекратить Чрезмерную скорбь твою, Тогда исполнится то, Чего мы желаем. Если же ничего такого Не найдем сказать, То, конечно, Одобрит наше усердие тот, Кто через блаженного Павла Повелел плакать с плачущими И последовать смиренным. Причина твоего уныния, По-видимому, Одна неистовство лукавого демона. Но можно найти много скорбей, Рождающихся потом от этого корня. Это говорю я теперь не от себя, Но на основании тех жалоб, Которые часто слыхал у тебя, Когда ты был вместе с нами. И, во-первых, Ты жаловался на то, Что в прежнее время, Когда ты вел мирскую жизнь, Ты не терпел ничего подобного. А когда распялся миру, Тогда и почувствовал такую болезнь, Которая способна смутить И повернуть в отчаяние. Во-вторых, на то, Что многие живущие в удовольствиях, Подвершись одинаковую с тобой болезни, После кратковременных страданий Освободились от этой болезни И совершенно выздоровели, Так что вступили в брак, Сделались отцами многих детей, Наслаждались удовольствиями Настоящей жизни И вновь уже не подвергались Подобной болезни. Ты же проводишь столько времени В постах, всеночных бдениях И прочих подвигах, И между тем не получаешь освобождения От постигших тебя страданий. В-третьих, на то, Что тот святой муж, Который вел столь великую силу На других людях, Не мог этого же сделать На тебе возлюбленный, И не только он, Но и бывшие с ним, Которые даже сильнее его, Все отошли от тебя Одинаково безуспешными. Кроме того, По словам твоим, Ты сильно скорбишь, И потому еще, Что сила уныния Так овладела твоей душой, Что часто ты едва Не бросался в петлю, Или в реку, Или в пропасть. Есть и пятая жалоба, Состоящая в том, Что ты видишь, Как твои сверстники Вместе с тобой, Начавшие вести Подвиженческую жизнь, Благодушествуют, А ты еще находишься В жесточайшей буре И живешь В самой ужасной темнице. По словам твоим, Не столько должно плакать Закованным железо, Сколько связанным Этими цепями. Затем, Говорил ты мне еще Нечто сильно беспокоит тебя. Ты боишься И трепещешь за отца, Как бы он, Узнав об этом, Не сделал больших Неприятностей, Принявшим тебя В начале святым. Потому что, Надеясь на свою силу И богатство, И предавшись скорби, Он отважится против них На все И не удержится От того, Что ему вздумается. До настоящего времени Мать могла скрывать От него случившееся И отвлекать его, Когда он искал тебя. Но с течением времени Притворство Матерь откроется, И он жестоко поступит И с нею, С монахами. Но верхнее счастье в том, Что ты не можешь Надеяться и на будущее, И не знаешь точно, Прекратится ли И оконится Ли когда-нибудь Эта болезнь. После того, Как ты столько раз Надеялся на исцеление И потом опять Подвергался прежним учениям. Все это, конечно, В состоянии беспокоить Душу и исполнить Великого смущения. Но душу слабую, Неопытную и беспечную. Если же мы Захотим быть Несколько внимательными И благочестиво рассудить, То рассеем Эти причины уныния Как мелкую пыль. Не подумай, Будто я теперь Так легко Обещаю тебе Это потому, Что я сам Чушь этой скорби и бури. Если слова мои Покажутся иным, Невероятными, Несмотря на это Я буду говорить. А ты сам, конечно, Не будешь вместе С другими Не доверять нам. Когда нечистый демон Первый раз Напал на твою душу Поверь тебя В то время, Как ты молился Вместе со всеми, То хотя я и не был При этом, За что благодарю Человека любивого Бога, Однако узнал Все точности, Как бы находясь там. Мой И твой друг Феофил Ефесианин Пришедший Подробно Рассказал мне Обо всем. О корчах в руках, Об искривлении глаз, О пении на устах, О страшном И невнятном голосе, Трясении тела, Продолжительном обмороке И сновидении Бывшему тебя в ту ночь. Тебе представилось, Говорил он, Будто дикая свиня, Испачканная грязью, Постоянно бросалась на тебя И боролась с тобою. И когда спавший после тебя, Встревоженный Этим видением проснулся, Ты увидел, Что тебя опять мучит демон. Продолжение следует. Продолжение следует.